Всем привет! Я Евгений Замятин. Сегодня ты посмотришь видео особенное. Можно его назвать эксклюзивным, потому что сегодня мы будем сравнивать подводные подсветки и говорить о подводных подсветках при ловле рыбы. Рыбы очень интересны. Мы, рыболовы Южного Урала, с помощью подводной подсветки ловим рыбу Рипус. Рипус, он же Ряпушка, он же Европейский Сиг и он же родственник Омулю. Часто даже Рипуса называют Уральский Омуль. Ну, не настолько часто, чем может показаться на первый взгляд, но, тем не менее, так встречается такое название Уральский Омуль, когда говорят о Рипусе. Да ладно! Дело в том, что оказывается, ты слышишь меня, друг мой? Оказывается, Рипус и Омуль это родственники. Мало того, что они внешне очень похожи, но это семейство Сиговых. И ведут они одинаковый образ жизни, у них одинаковые повадки, они одинаково реагируют на пищевые раздражители, когда мы говорим о прикормке, о насадке, и одинаково реагируют на подводную подсветку. То есть, подводная подсветка привлекает Рипуса. Друг мой, когда я говорю Рипуса, имей в виду еще и рыбу Омуль. Я не скрою, я готовился к этому видео, готовился как с точки зрения электрических дел, характеристик света, потока света, количество света, так и я подготовился, позвонил в Москву их теологу, своему другу, задал ему один простой вопрос. Скажи мне, пожалуйста, Евгений, кстати, Евгению привет. Омуль и Рипус, родственники ли они? Это первый вопрос, который меня интересовал, потому что, ну не секрет, озеро Байкал, это такой водоем, но это просто море, там чистая прозрачная вода, и там водится эта рыба Омуль. Сколько в песне поется там славный корабль, омулевая бочка, то есть бочка, куда, видимо, складывают Омуля. Гениально! Так вот, Омуль и Рипус, это родственники семейства сиговых, между спинным плавником и хвостовым плавником у них находится жировой плавничок, они и внешне очень похожи, и их повадки очень похожи, поэтому основной еще посыл этого видео, это познакомиться и узнать, как ты, рыболов, наш собрат по рыбалке, по этому самому интересному виду рыбной ловли, вот если говорить о зимних видах рыбной ловли, для меня ловля Рипуса самая интересная рыбалка, да и не только для меня. Достаточно посмотреть ночью на озеро Увельды, Тургаяк, вот на первое озеро у нас, или на Инголь, посмотреть на озера разных регионов, начиная от Прибалтики и заканчивая Дальним Востоком. Так вот, ты увидишь ночью на таких водоемах целые палаточные города. Вот сколько рыболовов любят и увлекаются ловлей Рипуса. Но я убежден, что на Байкале, скорее всего, не меньше рыболовов, которые любят ловить омуля. Так вот, основной еще мой посыл, такой изюминка этого видео, мы сейчас сравним все эти подсветки, и выясним, не на словах, а на деле, ты сам увидишь, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, что есть одна, на сегодняшний день, одна такая подводная подсветка, которая заточена ловить омуля. Сейчас мы будем сравнивать эти подсветки, и будем это делать постепенно. Постепенно, я вам в процессе видео зажгу каждую эту подсветку, вы увидите этот свет этих лампочек, проговорю вам характеристики, то есть, можно сказать, что это какая-то битва подсветок, можно так не говорить, но совершенно точно, вы сегодня после этого видео поймете, чем одна подсветка отличается от другой, и какая подсветка приманивает рыбу, а какая не приманивает. Давайте сразу же договоримся, и вы эту информацию для себя воспринимайте, так как вот исходные данные задачи. Каждая подсветка сделана максимально аккуратно и качественно. Вот как ее вообще возможно сделать? Герметичной, подобранной лампы, которые берут даже несколько ламп. Мы сравнили лампы, на которых написано только 5 Вт, измерили специальным прибором, и записали наши измерения на листок бумаги, и вы увидите еще, что не все, что написано, соответствует действительности. А вот какой именно действительности, и как именно, насколько отличаются эти подсветки друг на друга, сейчас вы сами все увидите. И это, друг мой, уважаемый новый зритель канала, это дополнительный аргумент. Я рекомендую тебе подписаться на канал, для того, чтобы быть в курсе всего самого интересного, и дать себе побольше радости в нашей единственной неповторимой жизни. Потому что это видео о рыбалке, рыбалку мы очень любим, и я считаю рыбалку самым интересным увлечением отдыха на природе. Начнем мы с подводной подсветки 5-ваттной лампочки. Вот справа от вас находится вот эта подсветка. Понятное дело, что провода не случайны вот такие вот. Если раньше я был убежден, что наилучшие провода это такая лапша, которая применяется для аудиосистем в автомобилях, то есть такого коричневатого цвета, полупрозрачная, такая двужильная, такая витая пара, то практика, опять же практика, подсказывает нам и выводит нас к более, что ли, аргументированным выводам. Так вот, на сегодняшний день вот такой кабель белый, изоляционный, внутри которого находятся провода, это самый неубиваемый, самый эффективный кабель для подводной подсветки. Итак, вот 5-ваттная лампочка. Я тебе сейчас представлю 3 5-ваттных лампочки. И заодно, видите, мы паранумировали эти лампочки. Вот 1 циферка, циферка 2 и циферка 3. Первая у нас лампочка, которая здесь, она у нас 5-ваттная. Вот, тут 5-ватт. Вторая лампочка тоже 5-ваттная. А третья лампочка на 7-ватт. Посмотрим, в люменах, какое же количество света дает та или иная подсветка. Итак, мы взяли вот эту первую лампочку, сделали качественную подсветку. Так сделали, как это, возможно, вообще качественно делают и другие изготовители подсветок. В итоге у нас получилось изделие. Изделие 1, изделие 2, изделие 3. Эта лампочка, она 5-ваттная, но когда мы реальное количество света измерили, то получилось, вместо 5-ваттной, она светит как 3,6 ватт в нее. И дает она 250 люменов. Написано 5, по факту 3,6. Сейчас мы присоединяем эту подсветку к нашему аккумулятору, и вы увидите первый свет. Первый свет вот этой лампочки. Тут будет 250 люменов. И опять же, вот крокодильчики, которые мы берем, мы сейчас это все быстренько-быстренько с вами, но никуда не торопясь, остановимся на каждой детали, на каждом элементе. Итак, спешу зажечь. Вот сразу же у меня скользит, пальчики скользят по изоляции этих крокодильчиков. Вот смотрим. Свет теплый. Аккумулятор заряженный. Вот здесь 250 люменов. Когда я присоединял крокодильчики к аккумуляторной батарее клеммам, и когда я снимал эти крокодильчики, то вот это место, видите, кто занимается или кто использует подводные подсветки, вы знаете, да? Вот эта изоляция у этих крокодильчиков. Здесь сейчас тепло. Мы с вами находимся все-таки в помещении, так же, как и в палатке тепло. И тепленькая эта изоляция скользит по крокодильчикам, скользит, и это не очень удобно. Но на морозе, когда мы только-только начинаем подсоединять подводную подсветку, вот такая изоляция дубеет. Неудобная. Итак, свет 250 люменов. Когда мы взяли лампочку под номером 2, она тоже 5-ваттная, мы измерили, она у нас как 3,6 ватта, показала нам. И светит она, как ни странно, выдала у нас 530 люменов. Вот эта лампочка. Другого производителя. Самое-то интересное не это. Самое любопытное в этих вот лампочках, 5-ваттных, 7-ваттных, что когда мы взяли 7-ваттную лампочку и ее измерили, то она у нас оказалась как 4,5 ватт. И света дала 450 люменов. Получается, что есть такие производители, которые делают 5-ваттные лампочки, но количество света у 5-ваттной лампочки, фактически она 3,6 выдаёт 530 люменов. 7-ваттная, в итоге 4,5 ваттной получилось и 450 люменов. Но и стандартная такая лампочка, 5-ваттная, не особо такого, знаете, ну стандартная, качественная, которую предлагает у нас в качестве вот такой 5-ваттной лампочки, она у нас 3,6 ватт, 250 люменов даёт. Часть света, разумеется, часть количества света крадёт, это гидроизоляция, разумеется, крадёт. Но мы делали это всё одинаково в гидроизоляции, ну и тем не менее, вот такой результат, 250 люменов. Видим, что у нас в крокодильчике провод и лампочка, то есть нет регулятора. И на большинстве вот таких вот лампочек, которые называют подводной подсветкой, регулятора силы тока нет. Получается, вот как вы подсоединили к аккумулятору, вот она с таким цветом загорелась и даёт 250 люменов. Когда вы досмотрите видео до конца, уважаемые мои друзья, вы поймёте, почему я говорю, что 5-ваттная лампочка на большинстве водоёмов не является подводной подсветкой, которая приманивает рипусы. И ещё ей неудобно ловить. То есть, когда мы ловим рипусы, вы поймёте, для чего нужны вот эти вот регуляторы. Очень быстро поймёте. Вот сейчас мы подойдём к подсветке с лампочкой на 10 Вт, с двумя линзами и с белым регулятором. И вы поймёте, что эта лампочка является уже подводной подсветкой, одной из самых лучших подводных подсветок на сегодняшний день. А когда мы уже перейдём к лампочке на 18 Вт, ещё и с вольтметром, амперметром, вы также поймёте, что эта подводная подсветка на сегодняшний день самая удачная подводная подсветка. Для ловли рипуса. А значит и для ловли сига, корюшки и омуля. Привет, ребятам из Байкала. Итак, с этими 5-ваттными, 7-ваттными лампочками мы разобрались. Теперь переходим к подводной подсветке с белым регулятором. Сразу смотрите, как расположена изоляция крокодильчиков. То есть, вот здесь какие крокодильчики и какие здесь. Почему я говорю про крокодильчики и про все вот эти элементы подсветки? Да потому что, друг мой, перед тобой всё-таки изделие, готовое изделие к употреблению. И это изделие, оно должно отвечать всё-таки характеристикам изделия. То есть, надёжного и эффективного. И мелочей в рыбалке-то и не бывает. Итак, мы здесь с вами видим полностью герметичный провод. Здесь уже лампа имеет другой колокол. Имеется две линзы. Одна выпуклая, другая плоская. Эти линзы, они уже направляют свет. Вот если мы опять же сравниваем подсветку 5-ваттной лампочки и вот этой вот лампы с линзами, то явно мы видим есть отличие. Почувствуйте разницу. То есть, эта лампочка с подводной подсветкой и белым регулятором имеет направленный свет. Здесь светит ненаправленно. Теперь по количеству света. 10-ваттная подсветка подводная с белым регулятором имеет 10-ватт лампочку, которая дает при 0,9 амперов 3400 люминов. Это напоминает 250. Ну, самое удачное 530 из таких вот лампочек. Но опять же, где у нас 250 и где 3400 люминов направленного света. Теперь мы с вами зажжем эту лампочку. Поставим буквально на 0,6 силу тока на 0,6 ампер. Здесь, как одетчики, не случайно одна красненькая, другая синенькая имеет изоляционные такие вот цвета. То есть, красненькая это у нас плюс. Подсоединяем к плюсу. Синенькая к минусу. И синенькая к минусу. И зажгись. Вот сейчас я не знаю, другую, тебе глаза светят или слепят. Или нет. Но это 0,6. Мы можем сейчас чуть-чуть с вами как бы похулиганить. Вот как бы на этот стол. Чуть-чуть прибавить и вот убавить. Видите? И прибавить. Даже до 0,8 не будем. Вот, светить. И сразу же убираем. В конце видео мы все три зажжем. Вы все три лампочки увидите. Как они светят. Я не случайно примерно сделал вот такую силу тока 0,5 чтобы не сразу вся яркость была. То есть, здесь раз нет регулятора, ну вот мы и поставим не самую яркую на наших регуляторах силу тока. Чтобы при примерно одинаково силе тока вы увидели какая разница в свете. И мы подходим уже к самой удачной подводной подсветки с лампой на 18 ватт. Также здесь две линзы. Выпуклая линза 40 градусов. Плоская линза 60 градусов направляет свет. Сила, время количества света здесь 7000 люменов. 7000. То есть, получается одна вот эта вот подсветка работает как 20 в лучшем случае 5-ваттных лампочек. Ладно. Неплохо. Почему я еще говорю обратить внимание на количество света? Дело в том, что когда мы начинаем нашу рыбалку и ловим рипуса читай омуля. Кстати говоря, рипуса мы ловим на больших глубинах и вы, уважаемые сибирские рыболовы, которые ловят омуля, также ловите на больших глубинах. То есть, наши глубины озера Увельды есть места, где 44 метра. Ну, в среднем сидим на 31 метре, кто-то 28 любит. На Байкале ловят где-то на 70 метрах. Там прозрачная вода, но там тоже требуется направленный яркий свет и причем теплый свет, что тоже важно. Когда мы берем вот эту лампочку с вольтметром и амперметром, понимаем, что здесь направленного света 7000 люминов, понимаем, что у нас крокодильчики точно так же герметизированы и они не будут скользить у нас, когда мы присоединять будем к клеммам аккумулятора, аккумуляторной батареи, вот приготовься, друг мой, это кульминация такая, вишенка на торте. Сейчас мы включим вот эту вот самую эффективную лампочку, аккуратненько включим, я вам покажу сколько сила тока, чтобы не было никаких сомнений. То есть подсоединяем сначала плюсик, затем минус, и мы видим, что у нас свет идет 0,2 ампер сила тока. Прибавляем до 0,6 можем немножко похулиганить прибавить чуть-чуть того цена например и понимаем вот она, вот она 7000 люменов направленного света. Ну, кстати говоря, да, если ты видишь дружку, вот у меня тут все видно. Заодно видно, кстати, на вольтметре и амперметре есть вольтметр и мы видим циферку заряда аккумуляторной батареи. Для чего, кстати говоря, вот эта циферка заряда аккумуляторной батареи нам нужна? Когда я пользуюсь вообще электрическими приборами, то есть не только же подводная подсветка у нас подсоединяется к аккумуляторной батарее, мы подсоединяем свет в палатке, подсоединяем эхолот, подсоединяем вентилятор теплообменника и подводную подсветку. Иногда, со мной, кстати говоря, всегда еще и зарядка для телефона. Так вот, если у нас циферка на вольтметре будет 10, вот не около 12, как сейчас у меня показывают, 11 с копейками, а 10, это значит, мы эту аккумуляторную батарею все клеммы отсюда убираем и берем запасную. Почему я это говорю? Потому что это очень важно. Когда ты едешь на рыбалку на рипусах, у тебя должно быть две аккумуляторные батареи на 18 ампер-часов. И тогда ты спокоен, просто как удав. Тебе с горочкой хватает аккумуляторных батарей для хорошей качественной рыбалки. Понятно, да, что помимо того, что это регулятор, помимо того, что мы точно выставляем силу тока, мы еще следим и бережем наши аккумуляторные батареи. Современные аккумуляторные батареи, они боятся, мы можем убить их, если полностью разрядить, просто мы выведем аккумулятор из строя, а оно нам не надо. Ну и разумеется, тот парень, который взял с собой аккумулятор 55-й, автомобильный какой-нибудь, понятное дело, что его хватит одного на всю рыбалку. Давайте сейчас пройдемся о пользе регуляторов. Начиная нашу рыбалку на рипусах, мы прибавляем силу тока до 0,9 ампер. Для того, чтобы сделать ярким и направленным этот цвет. Направляем мы его, конечно же, на свою точку ловли, себе под лунку. Пока мы прикармливаем, а в этот момент, пока мы этот цвет направляем, мы можем прикормить. И стартовый закорм, я рекомендую делать 3 кормушки с прикормкой. Желательно, чтобы в прикормке было побольше натуральных гомогенизированных частичек. То есть, это перемолотых через мясорубку вареного мормыша или креветок, которые уже вареные. Также, если ты ко мне еще позвонишь или напишешь мне в комментариях кое-что, я тебе еще дополнительно сообщу. А как же, надо интригу, конечно, какую-то привнести. Это еще один аргумент, друг мой, для того, чтобы подписаться на канал, чтобы быть в курсе всего самого интересного. Ну, самое главное я тебе сказал, что зимой в качестве подкормки, да и летом ничего нет лучше для рыбы, чем гомогенизированные натуральные частички. То есть, перемолотый мормыш вареный, перемолотая креветка, что одно и то же, всякие прочие рачки. Дело в том, что зоопланктон, все эти вот рачки, это является естественным кормом для рипуса. Читай для омуля. Это родственники. Так вот, чем больше твоей прикормки зоопланктона, тем эффективнее твоя прикормка. В рыбалке есть четыре важные составляющие, от самой важной до самой неважной, ну, из важных. Это точка ловли, прикормка, снасти и насадка. Так вот, при ловле рипуса у нас вместе с прикормкой на втором месте по значимости является подводная подсветка. Когда мы начинаем рыбалку, мы добавляем 0,9 А, светим направленно, прикормили, но в процессе самой рыбалки мы должны убавить регулятор. до 0, то есть поставить регулятор между 3,8 А и 0,6 А сила тока. Именно в этом диапазоне русами потом, ну, исходя из погоды к условию сегодняшнего дня, собственного опыта, вы потом подберете вот этот вот поток света для процесса ловли рыбы. Ну и же, понятное дело, когда начнет середина рыбалочки, надо подманить рыбу, мы опять света добавляем, опять даем как бы побольше прикормки, но кормим регулярно, раз в 15 минут у нас кормушка должна улетать, раз в 15 минут, для того, чтобы постоянно рыба имела перед собой кусочки пищи. Дело в том, что если рыба приманенная подсветкой, нашими танцами, анекдотами, неважно чем, к точке ловли мы ее приманили, так вот, если она в течение 5 минут не найдет корма, она уйдет и больше сегодня не вернется. Поэтому, для того, чтобы у нас был хороший клев, чтобы у нас не было к утру 3 или 5 рыбок в улове, а был нормальный улов, несколько десятков хотя бы рыб, поэтому мы должны заставить рыбу питаться. Мы это сможем сделать, приманив прикормкой и подсветкой, удержав прикормкой. Понятно, да? То есть, раз в 15 минут и кормите ближе к дну, в дно, потому что рипус и омуль, вообще сиговы, ведут преимущественно придонный образ жизни. Вот и не надо их, из их ареала уютного никуда прогонять, ни вверх, ни вбок. Раз мы выяснили, что мы регулируем нашу подводную подсветку направляемым потоком света, то понятное дело, что лампочка 5-ваттной, которая даст нам вот такой вот тусклый огонек в ночи, по-другому я просто прибегаю к помощи образных сравнений. Если здесь будет яркий свет, издалека видимый, рыба заинтересуется и подойдет, но яркий свет, когда будет вблизи, рыбка может попугаться, опасность для рыбы это самое-самое важное, на что она обращает внимание. Вот если что-то опасное, она забудет, что есть хочет, она не пойдет там, где опасно, поэтому мы сознательно убавляем, чтобы светом и удержать ее, и не пугать. Здесь огонек в ночи будет светить, сколько там она рыбы приманит, нисколько. Более того, некоторые еще пытаются опустить подсветку поглубже, здесь 10 метров, кстати говоря, кабеля, и это важная цифра, так вот, отпустив кабель на 7 или на 10 метров, мы опускаем в толщу воды некий элемент, за который удивительно хорошо путается наша гирлянда. Поначалу, когда я рыбачил, я все эти стадии прошел, ловли рипуса, и, конечно, мы регулировали на 5 метров, что такое, на 3 метра, на 10 метров опускали, бывало и на 15. Так вот, очень хорошо путается, и не только моя гирлянда путается, а часто еще путается гирлянда соседа, если мы, допустим, палатку поставили метрах в 50. Поэтому, не удивляйтесь, она, не удивляйтесь моей оценке, которую я говорю в этом видео, то есть, мы сейчас с вами все это дело сравниваем, мы же понимаем, что сейчас я буду подсоединять все эти 3 лампочки, и все 3 лампочки вам буду показывать, как они светят. Не удивляйтесь, когда я говорю, что 5-ваттная лампочка при всем моем к ней уважении, мало того, что не соответствует ватности, заявленной ватности этих лампочек, не соответствует, так еще и 5-ваттная лампочка не приманивает рипуса. Хоп-па! Нет, 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 я же минус не подсоединил, вот тут 0,6, 0,6, я честно, вот здесь 0,6. Хоп-па! Ну, видно, да, сразу? Как-то бы их разнести. И как бы под финалочку я сейчас постараюсь зажечь нашу самую удачную подсветку. Кстати говоря, ребята, те, кто живет и ловит омуль в Байкале, вот к этой вот подсветке я вам рекомендую присмотреться, взять ее себе на вооружение, а потом в процессе рыбалочки еще поделиться. Ну, давайте, сжигаем. Я не знаю, как у меня получилось, но я все три лампочки зажег. Я стараюсь вам показать, насколько одна отличается от другой. Ну, и чтобы долго не светить, я же вам говорил, что это все-таки подводные подсветки, вот, то, что касается регулируемых подсветок. Их все-таки на воздухе долго не сжигайте. Вам нужно на воздухе, допустим, подсоединить, посмотреть, что лампочка работает, светится, и все, на этом достаточно. Потом уже воду опустите, и пусть она вам светит там сутками. Кстати, они работают надежно, как весь гражданский флот. Друг мой, ты увидел разные лампочки. Нигде больше на просторах интернета до этого видео ты этого не видал. А сегодня увидел впервые. За это тебе огромное спасибо. И, понимаешь, то, что вот я стараюсь тебе показывать, все-таки мне хочется, чтобы ты мог узнавать самое интересное. И раз мы говорим про рыбалку, про наше удивительно интересное увлечение, чтобы ты получал от этого больше радости. Поэтому, когда я подробно говорю о какой-то рыболовной снасти, либо о каком-то аксессуаре рыболовном, я говорю в первую очередь о рыбалке. И когда ты это слушаешь, а у нас любая рыбалка начинается дома. Так вот, дома, ты сейчас тоже дома, но в то же время на рыбалке. Ты побывал на этой рыбалке, ты увидел, с помощью каких подсветок мы, южноуральские рыболовы, ловим рипуса. Я рекомендую присмотреться к подводной подсветке, к самой удачной подводной подсветке с лампой на 18 ватт рыболовов, сибиряков, которые ловят омуля на Байкале. Приглашаю тебя, новый зритель, подписаться на канал. С вами был Евгений Замятин. Встретимся на рыбалке. Редактор субтитров А.Семкин